Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Фигура, представляющая Шепетто Тека. Постклассический период, 1521 год. Глина, высота 14. Глинная статуэтка, найденная среди погребальных инвентаря Плате Лолько, изображает Шепетто Тека, божество весны и водородия. С поклонения ему был связан особый праздник, проводившийся в 20-й день месяца, который по европейскому календарю соответствует марту. Кульминацией торжества являлся ритуал, называемый снятие кожи. Его суть состояла в символической смерти и перерождении земли и растительности. Верховный жрец совершал жертвоприношение, выбранного заранее юношей. Считалось, что облачение в кожу свежеосвежованной жертвы означает период новой жизни, наступление весны и обновление природы. Как свидетельствует изображение, кожа надевалась изнаночной стороной наверх Шепетто Тек, наш владыка со снятой кожей. Почитался также покровителем золотых дел, мастеров и богом с западной стороны света. Божество или представляющий его жрец сидит на низкой скамейке в характерном ритуальном облачении. Мастером тщательно воссоздана шероховатая фактура, вывернутой наизнанку кожи. Божество в высоком головном уборе, формой напоминающей топор. На его лице надета маска. Вот такое описание к работе фигура, представляющая Шепетто Тека в постклассический период 1521 год. Элина. Я нашел в интернете. Текст по книге Великий музей мира. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok